Всю энергию солнца на 100% научились использовать нижегородские химики. В Институте металлоорганической химии имени Розуваева разработали новейшую технологию, с помощью которой обычное бытовое стекло станет практически на 100% светопропускаемым. Сейчас светопропускаемый стекол около 90%, и в промышленных масштабах, недостающий 10%, с экономической точки зрения, это большой недостаток. Так вот, нижегородские химики его устранили. Они наносят на стекло специальное покрытие, которое делает обыкновенное стекло практически безбарьерным для солнечного света. Точный состав держат в сражайшем секрете, о нем говорят лишь в самых общих чертах. Я могу раскрыть секрет. Раствор спиртовый, который состоит в основном из наночастиц диоксида кремния. У нас уже установлено стекло стандартное, стекло оконное, обычное. Мы даже выключаем тягу, чтобы пыли не было, никаких дополнительных вибраций не происходило. Должно быть строго выдержано. С какой скоростью надо поднимать стекло для того, чтобы получить покрытие строго определенного размера. В процессе спирт улетает, и твердые вещества, которые там есть, они остаются на стекле. Второй этап – это отжиг. При отжиге происходит образование микропористого полимера, который обеспечивает эти замечательные антиотражащие свойства. Значит, вот это стекло – это уже образец, готовый. Вот здесь можно видеть, вот как, вот здесь вот полосочка. Вот это без покрытия стекло, да? А вот это с покрытием. У него пропускающая способность существенно выше. Толщина этого покрытия – 100 нанометров. Чтобы вы понимали, что это такое, это нужно 1 миллиметр разделить в 10 тысяч раз. Вот такие тонкие покрытия со светом, с лучом света творят чудеса. В чем фокус вот этой технологии? Она проста и дешевая, и позволяет получить эффект необходимый при минимальных затратах. Если мы нанесем антиотражащие покрытия, то у нас будет проходить 98-99, почти 100% света. То есть это увеличение КПД солнечной батареи на 7-8%. Это огромные цифры, когда переходим на промышленное производство. Кстати, сейчас ведутся переговоры о том, чтобы внедрить эту технологию на Владимирском стекольном заводе. Все зависит от финансирования. При удачном течении обстоятельств речь идет о сроках в 1-2 года.